Вы смотрите отзыв об отеле The Royal Bintang Kuala Lumpur. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Эрика, который был в нем в 2009 году. После того, как летать в Таиланд нам, но не мне слегка надоело, мы решили попробовать и другие направления в Юва, выбор пал на Малайзию. С одной стороны, мне давно хотелось там побывать, с другой, в Куала-Лумпуре жил наш друг, заодно и его навестить. Отель выбирала не очень долго и мучительно, желание было и недорого и рядом со всем, что есть, то есть в центре. Буки Бинтанг одна из таких улиц и отель я выбирала там же. Почему-то в рейтингах у Агоды этот отель стоял выше всех. Плохих отзывов об отеле не было и я его заказала. Отель оказался неплохой и свои 4 звезды вполне оправдывает. В так называемом дворике обнаружили отличный бассейн с джакузи, где с удовольствием поплавало, так как было жарко и это был первый водоем, после холода дома. Номера были также вполне приличными. Мебель хорошая, имелся сейф, мини-бар, бесплатная вода и все нам показалось очень симпатичным. Тем более из номера были видны Петронос, все были довольны и счастливы. Когда попробовали изучить окрестности, то за углом, после отеля Федерал направо, кстати, думала и про него. Но рейтинг Агода пересилил, нашли огромный мол электроники, лоу-яд. Купили там много нужных и интересных штучек, для компа и так далее в плане поесть, тоже нет никаких проблем, хотя улица с довольно дорогим рестораном. Все там же справа, есть отличный очень большой ресторанный комплекс на открытом воздухе, с дискотекой вечером. Днем просто кухня разных народов мира. Зашли естественно в тайскую. Отличная еда, повар явно тайец, но спиртное пиво очень дорогое, впрочем, как и везде. Водка в магазине стоит около 50 долларов, поэтому рекомендую брать с собой и пиво и прочее. Мы, разумеется, попробовали национальную малазийскую еду, но никому она не понравилась, большое влияние Индии, я вообще их кухню терпеть не могу. Все в том же направлении, направо, есть отличный молл, он расположен, как бы немного в глубине улицы и я не сразу поняла, что это такое. Сначала подумала, что бизнес-центр, зато внутри обнаружилась отличная возможность пошопиться. Купили в основном мужчинам и детям. Детские вещи там отпад, модные и стильные. Не дешевые на первый взгляд, но везде есть скидки и распродажи. Например, 5-летней дочери я купила шикарное вечернее платье, как взрослая, всего за 55 долларов, если фотку поставят, то моя слева, платье я просто обожаю, да и она тоже. Я страшная шопница, но покупаю все только ей, себе очень редко. Кстати, мой ник, это ее имя. Если идти по улице дальше, то приходишь к очень красивому торговому центру, но шопинг там мне не понравился ценами. Конечно же мы ездили к башням, они впечатляют, что и говорить сразу скажу, что таксисты там наглые и непуганные, надо указывать им на счетчик, чтобы не забыли включить. Не торгуйтесь с ними никогда, цена будет непомерно выше. К сожалению, мы были в Кайл только 1,5 дня, поэтому не стали изнурять себя осмотром других достопримечательностей. Просто в следующий раз, мы приедем и осмотрим остальное. А знаете, что удивляет, когда подлетаешь к Кайл? Обилие пальм, с высоты кажется, что это ананасовые поля, а потом уже понимаешь, как много в этом городе зелени. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.